вот так ну что слава богу но я слушаю вас дорогой мой православное сознание не христианского православного хотя на самом деле это то что должно находиться в центре сознание христианина это опять же еще раз о рождении свыше еще раз о рождении свыше то есть вот этот вопрос в тот момент когда я с вами познакомился когда впервые я через вас вообще об этом постановка вот этого вопроса который на самом деле во втором плане пожалуйста это толкование вот еще эту грань комментарии ваши услышать значит это толкование пиафана затворника вот оно наиболее расширенное если нужно будет еще добавлю на пятую главу послание столковского павла и кейсена восьмой стиль вот что им пихать первоначально все крещаемые и миропомазуемые или возложение рук принимавшие осязательных для себя и видимо для других исполняли свет отчего и день крещения Господня который наиболее собиралась крещаемых назвать праздником света самих крещаемых это сопровождалось совершенным внутренним обновлением состоянием скромно чувствовали что грехами его не обладает римина иначе состояние бесстрастия которое им придержало грехами ныне мы не видим это крещаемых владельцев не можем однако же не видеть что из детей ходящих самосознательных возраст одни не бурного то и другое в радости пенят это следствие сохранения или несохранения благодати судами крещения миропомазуемых и вообще но не такой порядок что благодать в начальных таинствах долется вся в полна получившую ее тогда по вере силы церкви пришедшую в возраст принимают обязательства уславливающие общение благодати и с этой минуты становятся тем чем первые крестьяне и вообще возрастные крещения становились самым чадом принятия тайны другая разность теперь та что мы вступая в сознательный возраст находим в себе в большей или меньшей степени распитка и сострастия несмотря на присутствие благодати это дикорастущие с формой травы над полем которого еще не касалась рука земли они и действия благодати богу почему нам всегда предлежит труд борьбы со сосями прежде чем благодать Божий для церкви когда страсть самодеятельная помощь тоже присущей нам благодати бывает наконец подтверждены тогда благодать духа просеевает и достигший сего ощущает ее и другие могут заметить ее тогда когда таковому вполне положим была была тьма и стал тьма в том что первоначальный крещаемый и принимавший возложение рук апостолов становился в этот самый тьм так механического духовной жизни ничего нет на какой бы ступени духовного просветления не стоял кто всегда на нем следует длительно охранять и усердно делать как тогда так и мы негативоприящим действия духовно неотвожны есть закон выраженный в будущем стихе вот такой вот большой стих и сейчас если позволите я еще заполню это может быть неожиданно но я вот встретил это у немецкого поэта имманула канта вот что он говорит можно даже допустить что утверждение разума подобно этому возрождению то есть как бы второму рождению составляет какую-то торжественность обета данного самого себе и делает для него незабываемым это событие и тот момент когда так бы полагаем новую эпоху в нем произошла эта перемена произошло превращение вот и далее там есть такое так это кто сказал кто сказал это Кант вот это вот второе это Кант не пойму я кто вот то что я прочитал можно допустить что утверждение разума способно этому возрождению это кто сказал автор им немецкий философ да какой же это о котором валант говорит наверное да 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 пять это ну вот то есть я нахожу в этом некое сходство и вот то о чем говорит святитель феофакт то есть вопрос у меня такой правильно ли я разумею и правильно ли понимали христиане правильно ли понимают православные сегодня или неправильно да и правильно ли понимают протестанты и прочее то есть как мне кажется святоотеческое понимание вот если об этом оно понимает именно и крещение как рождение свыше вот это первая часть вопроса а вторая феофакт заповед говорит о том что мы все благодати получаем при крещении соответственно в другом месте он говорит о том как бы наша душа находится в состоянии литургического сна и когда она слышит проповеди как бы через слово душа пробуждается вот то есть и поэтому вот в руси святоотеческого учения не совсем понятно понимается ли оно вот именно как неправильно потому что я специально пытался акцентировать в речи что он говорит что крещеный тот час становился другим то час это было явно и ему и окружающим да вот об этом например говорит и Канн что как будто перемена происходит и превращение тогда получается вот то что у нас произошло и с крещением о чем говорит вот про Таирей Владимир Головин да то что было исключением у нас стало правило так вот может быть у нас и с рождением свыше карты то что было исключением в первоапостольской церкви у нас стало правило и наоборот то что там было правило когда благодать Духа Святого сходила на крещение даже не на крещаемого потому что апостол Павел ведь родился свыше до крещения и благодать Духа Святого сошла там на язычников до крещения то есть как бы это событие вот по Евангелию не совсем связаны а вот святоотеческого человека кажется связывает рождение души и крещение будут найти такие вот места такие вопросы еще раз в ваших комментариях а вот вы идете с занятий там где с университета там с епархии и кто-то с вами идет поздоровались и вы начали говорить он говорит а я слышал вот рождение свыше вы будете ему считать Канта или что-то другое скажете он говорит а что такое рождение свыше он вам задал сегодня или вы вот этого даже наизусть запоминать что сказал спиофан затворник или что-то сказать такое чтобы душа это сразу приняла и видно было что это лучший метод вот если вы зайдете на ну где-то в интернете зарядите слово уныние что говорили святые отцы ой 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 прилог ознанная счастье я говорю что я долго много считал насчитывал все пять томов добротолюбия на нашем сайте есть ну я пришел к выводу другое очень простое уныние от плохо сделанной работы все понятно а что дальше плохо у тебя все плохо ты не подготовился женился женился на скорую руку на долгую муку по порядку давай говорить во всем плохо слушался родителей это отомститься тебе в детях дети такие же у тебя будут ты не рад будешь ни грамоте ничему не то что они чемпионы олимпийские или какие плохо молился сама душа смущается ничего не меняется вот сегодня если бы стали молиться я настаиваю на этом постоянно проповедь благовестия и миссионерство это настолько далекие друг от друга слова проповедь это распространение учения какого бы то ни было прекрасный проповедник один из лучших за две тысячи лет был Адольф Гитлер Шикельглубер Троцкий Керенский Ленин там картавил что-то мог сказать Фидель Кастро то есть мы можем назвать их но каждый вел со своей стороны распространял свое учение смертоносное благая весть благовестия это речь проповедь о Христе благая весть даром дарованное благо он умер за нас когда мы были грешниками не за деньги даром и миссионерство это труд Духа Святого не то что ты научился семинарию кончил семинарию кончил благовестия хорошим может быть но миссионера не будет то есть почти нету и самая опасная игра сегодня миссионерские отделы самая жестокая непримиримая коварная язвительная все туда стекается и приписывает Богу Духом Святым атака писятники какую бы мерзость не совершили а мне Бог открыл Бог ничего тебе не открывал и не может открыть у тебя душа запечатанная тьмой и греховную миссия это труд Духа Святого почему златоусский говорит деяние апостолов это как бы неверное название деяние Духа Святого надо было назвать эту книгу деяния то люди назвали ее так деяния апостолов ну можно добавку давать что апостолов движимый Духом Святым тогда и оставить можно прежнее название я все как то иду на какие то компромиссы может быть и не всем это нравится но смысл понятен об этом речь и вот здесь когда говорят о рождении свыше запутали все а вы слышали как толкует отец Геннадий вас какой у него материал я делаю еще проще три момента всего покайтесь когда они спросили что нам делать чтобы спастись мужи братья деяния апостолов 2.38 покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа все душа родилась вот поэтому феофан затворника разбивает благодать на три вида первое призывающее и обращающее проповедь должна быть призыв точно по Евангелию и обращение это уже зависит как я откликнусь на это и третья часть это освящающее это крещение причащение все таинства церковные и их у сектантов нету и не может быть а то собирается сейчас в патриархии пишет церковь лютеранская какая церковь что в 17 1517 году Христос пришел отменил прежде наступило новое он еретик он абсолютно еретик он монашеский обед нарушил и на монашке женился шесть детей нажил он предатель изменник я говорю Мартини Лютере какая церковь там может быть когда само основание все гнилье да он правильно он видел недостатки где-то но это надо было делать в церкви а не образовывать свое сообщество и какое сообщество отвержение благодати а он был епископом ну я говорю скажите когда он был рукоположен в епископ и кем молчок ну зачем врать то на душу брать грех то не был он это был обыкновенный монах ученый знал еврейский язык так вот о рождении свыше что они говорят они накладывают на то что было разъясняя и детское крещение и о том как человек не сразу а постепенно приходит в писании мы видим не так покайтесь первое покаяние это двадцать два шестнадцать деяния апостолов встать крестись и омой грехи твои омой они омываются в крещении когда крестят в церкви они где-то за пределами ее когда человека напичкали разной ересью и адвентиисты седьмого дня они не понимают что их ересь основана на лжепророчестве Уильям Миллер так раз говорил что в 1841 году Христос придет там что было та же святитель Иеговы все ложь на лжи основаны баптисты на желание добра а это на лжепророчествах Елена Уайт там что говорит он мне книгу предлагает с одним сейчас столкнулся я не могу никак отстать еще не отвечаю он лепит и лепит и лепит они все одинаковые он даже не знает эти книги мне подсовывает а эти книги я уже просчитал на несколько раз что она там говорит Елена Уайт а он думает откровение делать я ему сказал все как есть он в ересь он увяз выхода никакого нет он не слышит ничего что ему дал материал а что тогда и говорить он не слышит он первый раз видит то что я ему отдаю я отвечаю так первое необходимое условие для рождения свыше признать себя абсолютно погибшим грешником которого никто не может простить то о чем мы впереди разговаривали все согрешили все решены славу Божию а я скажу Господи прости Бог не может прощать не может ее свойства нет такого нету в его сущности он не может так прощать за так прощать не может возьмись за грех смерть это абсолютно точно мы должны признать погибли погибли окончательно бесповоротно и нам никогда никакое покаяние нам не поможет ветхозаветные люди каялись Давид Соломон все каялись и шли в преисподние места все до единого и потому златоуз разыгрывает это как сцену какую когда говорит ныне же будешь со мною в раю первый разбойник вошел и когда праведника Бог вывел они в рай пришли а он один ходит ты что пришел воровать сюда и они разговаривают с ним как с вором ты зачем зашел сюда утащить что-то хочешь ну фантазия развитая у него была так вот первое признание себя грешником окончательно навсегда погибшим это нам говорит Библия начиная с бытие но далее есть проблески такие которые дают надежду что семя жены будет поражать тебе в голову а ты жалить его в пяту и среди вас вас ставит Господь Пророка 18-15 Таразакония и как меня его слушаете то есть все время если когда рассказывает муж достал где-то Евангелие или Библию считал жена мы окончательно погибли он посидит поплачет и жена работает ну что сделаешь как же мы ну никуда не делаем он считает дальше слушай как будто надежда есть что мы спастись можем он считает дальше изъязвен был считает дальше и наконец заходит Евангелие считает мы спасены теперь только в церковь надо войти и вот первое человек должен сознать все что он погибший что уходит в церковь он там милостыню подает это не только приближает его но и спасенным не делает нету не делами праведности дабы никто не хвалился вера без дела так говорит мертва то мертва но сама по себе вера уже есть дело вот дело Божие чтобы верили в того кого он послал дело Божие чтобы вы веровали делом называется сама вера и здесь нужно человеку добить до конца додавить как говорится ты погиб ты погиб окончательно и сегодня умрешь ты будешь в аду он должен дойти до этого критического сознания в отчаянии прийти буквально нам нет спасения нет нигде а нужно ли а другого нету об этом он как раз и говорит Игнатий Брещанинов у тебя должен появиться страх что интересно я Евангелие не знал в руках не держал до двадцати трех лет я не делал что люди делают грехи там это лгать там воровать этого не было ложь как огня боялся но я знал на сто процентов я буду в аду и поэтому мои действия все исходили из этого но раз я погиб тогда будешь что попало делать а дальше я не переходил грань я только плакал и молился и Бог услышал молитву вот где все заложено Бог не позволил моей душе быть обманутым дьяволом и люди как люди некоторые а я хожу в храм там чаще причащайся я этих слов не слышал даже и конечно я бы не согласился я должен был узнать что за меня умер кто-то и вот теперь я им должен сказать когда он сказал это возьмите за грех смерть и тогда показано любовь Божия и должно быть полное покаяние безоговорочная капитуляция со всеми доводами с грамотами с институтами я погибший безвозвратно но Сын Божий протягивает мне руку он спасает меня он мои грехи взял и умер на кресте за меня я зато он говорит все надо усваивать то что Слово Божие живое и действенное оно для меня действенное он взял грехи мира всякие верующие в него имеют жизнь вечную дабы не погиб речь идет об аде уже дабы в ад не пошел это мне ко мне я это принял ну и третье когда ты принял покаялся докрестится каждый из вас своими Иисуса Христа и тут вы получите дар Святого Духа это завершающая третья ступень это первое покаяние второе покаяние это я погиб погиб второе молитвенная ступень благодарение что он Сына послал благодарю и третье словословие аллилуйя я спасен спасен я от блужданий пытливого и гордого ума вот так вот самое простое людям дать все остальное что считали оно входит в это а не так что душа рождается я с бабушкой ходил я постепенно а потом считал годами годами не рождается человек такого в Библии нет или да или нет что делать и в этот же день они приняли крещение три тысячи две тысячи человек вот я думаю думаю своими мыслями рожденный свыше он не будет постигать на внешний образ который Бог дал ему повторяю он не может носить галстук он не может не понимать что масонство враждебное христианству и он смотришь на которую вот сейчас я фотографию тут показывал мог бы даже показать старобрящий митрополит Корнили вводит по храму показывает Путину все и Путин костюм и последняя пуговка внизу расстегнута на это знаешь что это ему нельзя ее застегнуть он заложник и галстук на нем ему рассказывает и он тоже верующий но рожден ли он свыше у него даже процента нет на это что он рожден свыше и рядом стоят митрополиты никто ему не говорит его расположение да он пришел и ушел завтра его нету царство то не его еще избирают убивают и что угодно и вот уже нам его расположение надо уже официальная религия спрашивает вот душевно беседует с одним и госрелигия это православие патриарх сказал и Путин об этом говорит так плакать надо госрелигия он вообще религии Христос не оставлял он отдал себя за нас поэтому то что говорится я не пытаюсь даже опровергать но и говорить так не буду вот то что я говорю проще нельзя сказать довести человека до сознания греховности надежда что он умер за нас и третья бесконечная радость освободил встань крестись я мой грехи твои и благодать духа осенить тебя когда выходил из воды дух святой сошел на него все вот ответ спасибо за Тихонович потому что иногда нужно просто и прорубить эту точку потому что очень часто вот от вас я неоднократно это слышу но со временем вот считаешь и очень много напластований которые периодически как-то поругать либо ну спряхивать то есть тоже предыдущие беседки могут сказать это вот да ну собственно все это Тихонович там есть более мелкие вопросы но я не буду их туда задавать потому что такие хорошие фундаментальные такие у нас беседы и мелкие вопросы это уже тогда на следующей неделе потому что еще в пятницу я могу выходить каждый день вам я не не ограничиваю через неделю там в любой день до пятницы а в пятницу в субботу утром мы уже выезжаем а потеряевки связи нет никакой нет но это все такое есть благодарю вас за все за помощь храни вас Господь все тогда да да все с Богом с Богом аллилуйя слава Иисусу Христу